Человек однажды облетел Луну. Человек однажды испытал лунный модуль, лунный посадочный аппарат на околоземной орбите. Но прежде чем мы отправим людей на посадку на Луну, нужно было еще решить ряд вопросов. Это была миссия Аполлона 10, по словам его командира Тома Стаффорда, разобраться во всех неизвестных и проложить путь к высадке на Луну. Второй полет Аполлона 10 на орбиту Луны был полномасштабной репетицией всех действий, необходимых для высадки на Луну. За исключением фактической посадки, которая запланирована на следующую миссию Аполлона. В частности, восьмидневная трехминутная миссия была заключительным испытанием этапов спуска и подъема лунного модуля на лунной орбите, в условиях для которых он был разработан. Миссия обеспечила максимальный опыт работы с лунным модулем, прежде чем совершить посадку на Луну. Это была работа 400 человек, и трое из них должны были доставить на Луну, двое из них в пределах 9 миль от ее поверхности, ближе всего к которой когда-либо был человек. Это был полет, который нужно было совершить, прежде чем другие смогут безопасно приземлиться. Для выполнения подробных целей этой миссии, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выбрало трех астронавтов-ветеранов в качестве экипажа Аполлона Икс. Командный пилот Томас П. Стаффорд летал на двух миссиях Gemini, как и пилот командного модуля Джону. Янг Юджин А. Сернан Лунный пилот летал со Стаффордом в миссии Gemini 9, верно? Ну, я думаю, что это самая опытная команда, которую они когда-либо собирали. Но у Джона и Янга было два рейса. У меня было два рейса, а у Джина был один. В программе Gemini было в общей сложности 11 свиданий. Я летал на четырех рандеву, а Джон летал на двух. Итак, между нами двоими, у тебя есть 60% рандеву. А что касается времени симулятора командного модуля, то никто в мире не может прикоснуться к Джону Янгу за общее время. А теперь расскажи мне о Джоне Янге. Он довольно тихий парень. Ну, Джон не такой уж тихий. У Джона очень тонкий юмор. Но если ты знаешь Джона так, как я его знаю, ты знаешь его как очень способного человека, очень симпатичного человека. Личность, которую Том и я. Ну, Том и раньше работал с Джоном. У меня никогда не было. Но человек отличается от Тома, а Том отличается от меня. Другими словами, мы три разных человека. Я думаю, именно поэтому мы так хорошо ладим. Я думаю, именно поэтому мы смогли развить доверие друг к другу, которое у нас было за последние два года. И чтобы выполнить такое задание, как это, ты должен не только понимать двух других парней, но и иметь к ним большое доверие. Потому что миссия, успех, неудача, твоя жизнь в руках друг друга. Ну, разве это плохо, провести четыре, пять или восемь дней в заперти с Томом Стаффордом и Юджином Серной? Я много думал об этом. Все в порядке, за исключением того, что когда Джин начинает петь, тогда ты жалеешь, что не можешь попасть в конечность. Чарли Браун был выбран астронавтами в качестве кодового имени для командного модуля Apollo 10, а его друг Снупи был позывным для лунного модуля. Снупи, сам пилот и давний талисман программы контроля качества Аполло действительно заслуживал участия в любом случае. Он был там по духу и по имени, и на протяжении всей сложной и трудной миссии преобладало хорошее настроение. Большое значение для стартового комплекса 39 космического центра Кеннеди имело то, что Аполлон 10 был первым космическим кораблем, запущенным с площадки Б. Четыре предыдущих космических аппарата Аполлон Сатурн 5 были запущены с площадки А. Также в центре управления запуском в комплексе 39 в первый раз была использована третья огневая комната. Использование этих объектов вывело комплекс 39 на полный рабочий уровень с возможностью двойной стартовой площадки. Последний отчет времени для Аполлона 10 был начат 17 мая и продолжался без каких-либо серьезных задержек. Доктор Курт Дебус и Рока Патрон возглавляли команду запуска. Одна из основных причин для выполнения этой миссии, собрать воедино все знания, которые мы получили в предыдущих миссиях. Мы определили из предыдущей миссии, миссии на лунной орбите, а также из миссии лунного модуля, что есть много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Так устроен президент, что есть возможность прервать первую посадочную миссию. Если мы на самом деле не вернем данные и не покажем, что у нас есть для отслеживания высоты на поверхности Луны. Наряду с этим мы только что поняли, что это первый раз, когда человек когда-либо был таким быстрым, с таким низким эквивалентом числа маха. Это примерно 9 маха на скорости 8,5 миль. Значит, мы снова будем двигаться по поверхности. Это причина для того, чтобы выполнить эту миссию и спуститься прямо к точке, где начнется посадка, а также посадка на рандеву вокруг. Мы думаем, что у нас есть руль, но опять же, это одна из главных причин для выполнения миссии. После заправки топливом могучей ракеты-носителя Сатурн и космического корабля Аполлон, три астронавта прибыли на стартовую площадку. Продолжение следует... Прийти минус 2 часа 40 минут. Экипаж вошел в белую комнату на вершине стартовой башни и приготовился к посадке на космический корабль. За событиями последнего обратного отсчета наблюдали около 550 правительственных и промышленных сотрудников в Центре управления запуском. Среди них были доктор Джордж Миллер, руководитель программы пилотируемых космических полетов, генерал-лейтенант Сэм Филлипс, директор программы Аполлон и доктор Вернер фон Брау, директор Центра космических полетов имени Маршалла, который разработал ракету-носитель Сатурн-Ви. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Лагню и ряд национальных и международных высокопоставленных лиц также присутствовали в космическом центре, чтобы засвидетельствовать запуск лунной ракеты Аполлон. Среди них были король и королева Бельгии и многие сенаторы и конгрессмены Соединенных Штатов. Дата запуска и время старта Аполлона-10, установленные за 4 месяца до запуска, были выбраны для получения тех же условий освещения на Луне, которые потребуются для фактической первой миссии по высадке на Луну. Когда часы приблизились к 12 часов, 49 минут вечера в воскресенье днем, май 1819 года, 69-й обратный отсчет для космического корабля Аполлон-10, направлявшегося к Луне, начался точно по расписанию. Сообщает Стаффорд. Они уходят. Мы приближаемся к 22-й отметке. Т-20 секунд и отсчет идет. 17 секунд и отсчет по внутреннему указателю 1514, 1312, 1110, 9. У нас есть последовательность зажигания, запускайте двигатель. 5, 4, 3, 2. Все двигатели работают. Космический полет, кажется, выражает крайности любого рода. От внизу, снежная буря наверху, непреодолимая тяга, контрастирующая с кажущимся нежеланием идти. Старт. У нас есть старт. 49 минут второго, сообщает Стаффорд. Часы пошли. Башня чиста, 20 секунд и 280 тонн топлива, спустя ракета очистила пант. Заверши траекторию ЛСА и веди нас. Мы смотрим прямо на линию на борту. Ты прямо сейчас идешь на постановку. Роджер. Хорошее зажигание на второй ступени, чувак. Эта постановка была настоящей последовательностью. Прямо как в старом городе. Там так красиво. Какая поездка, чувак. Какая поездка, чувак. Эта станция была настоящей секвенцией, верно? Похоже на то. Трехступенчатая ракета-носитель Сэттерн Ви отлично справилась с задачей вывода Аполлоу-10 на околоземную орбиту размером 117 на 114 миль. После 12 минут полета Центр управления полетами в Хьюстоне, штат Техас, подтвердил, что все системы космического корабля функционируют в соответствии с планом. Группу управления полетом возглавляли доктор Роберт Гилрут и Крис Крафт. Аполлон-10 направлялся на свою первоначальную парковочную орбиту вокруг Земли. После проверки на орбите пришло время для транслунного впрыска, запуска двигателя S4B, чтобы отправить Аполлоу-10 на Луну. Осталось 7 минут. Роджер Стэн, ты идешь на Тли. S4B выглядит так, как и планировалось прямо сейчас. Чико. Роджер Чико. Мы подтвердили, что во второй раз в истории трое мужчин покинули свою родную планету и отправились на Луну. Теперь командно-сервисный модуль отделился от S4B и развернулся, чтобы состыковаться с лунным модулем. Три астронавта очень активно участвовали в установке цветного телевизора на борт и были полны решимости поделиться своим опытом в космосе. И мы получили цвет. Теперь хорошо, я попробую прыгнуть за тебя. Да, сэр, это выглядит великолепно. Не парься. Мы получили это прямо в центре экрана. Джин. Похоже, на нем действительно ярко светит солнце. Аполлон-10 взял с собой всех тех, кто сделал и делает завоевание Луны реальностью. Чарли. Мы не можем родиться на расстоянии примерно 50 футов прямо здесь. Для нас это выглядит очень стабильно. Мы покажем тебе заключительную подачу документов. Я надеюсь, Роджер Хьюстон, ты хорошо выглядишь. Мы можем видеть отметины на рандеву с ним. Похоже, ты только что остановился. Роджер, как мы собираемся запечатлеть прыжки с парашютом? Да, Роджер. Щелчок, щелчок, и мы на месте. У тебя есть два серых? Роджер, ты все еще на скамье подсудимых? Чарли. Джин, мы можем прочитать цифры на окне стыковки ягненка. Во время стыковки Аполлон-10 столкнулся со своей первой проблемой. Майлар, содержащий изоляцию на люках космического корабля, лопнул, выпустив снежную бурю из стекловолокна в условиях невесомости. Эй, у нас здесь будет чертовски тяжелая работа по уборке. И у них была установка, вся в поле, вся в клапане. И здесь действительно чертовский беспорядок. Для Аполлона-11 это будет исправлено. После запланированного маневра уклонения топлива, оставшееся в третьей ступени, было выпущено, выведя отработанную ступень на новую траекторию, которая унесла ее с пути космического корабля на орбиту вокруг Солнца. Солнце было действительно хорошее. У нас есть S4B, на нем очень ярко светит солнце. Как фокус. Эй, это выглядит очень хорошо. Привет, Хьюстон Аполлон-10. Давай. Все в порядке. Я бы хотел, чтобы ты рассказал доктору Рону Ли, Джеймсу, Курту Дэвису и Рока Патрону. Большое спасибо и всем людям, которые работали над этим, за отличную поездку. Мы сейчас выходим в сеть. Я думаю, что он, вероятно, слышал это. Мы передадим это дальше. Хотя над этой машиной работало несколько тысяч человек, и мы, конечно, ценим это. Роджер, смотри, оттуда красиво. Чарли, это. Это так трудно описать. Ты можешь проехать прямо мимо Аляски и увидеть полярные шапки. Это невероятно. Ну, мы все это видим здесь. Джин, его цвета действительно красивы. Это здорово. И самая черная чернота, которую ты когда-либо мог себе представить, это декорация для всего этого, верно? Хорошо, это должно быть величайшее зрелище в истории. Итак, Стаффорд, Янг и Сернан начали свое путешествие прочь от Земли, их скорость постоянно падала, поскольку руки земного притяжения пытались оттащить их назад. У Тэна был сложный план полета. Это объединило в себе особенности девяти предыдущих полетов и стало полной генеральной репетицией для последующей бесконечно сложной посадки на Луну. К счастью, между Землей и Луной есть длинное побережье, где есть некоторое время, чтобы расслабиться после взлета и последующих маневров. Это дает астронавтам возможность приспособиться к невесомой среде, в которой нет ни верха, ни низа, ни восхода, ни захода Солнца и никого большего круга. Да, похоже, что скоро мы будем примерно в 55 милях отсюда. Да, это верно. Похоже, ты далеко от дома, Джо. Пришло время постоянно проверять траекторию и космический корабль. Позывной командного модуля Чарли Браун, лунный модуль, Снупи. Пришло время для разговора, и пришло время показать людям дома на Земле, на что похожи космические путешествия. Во второй цветной телепередаче, три астронавта представили двух своих безбилетников, Снупи и его приятеля Чарли Брауна. Чарли Браун, теперь ты собираешься вызвать сюда этого волшебника. Я поймал Снупи. Сейчас же. У него будет шанс здесь в ближайшие пару дней. Сходство тоже есть. У тебя есть выбор. Если тебе не нравится, что все перевернуто вверх тормашками, ты все равно можешь перевернуться вверх тормашками. Я просто делаю все, что он говорит. Хорошо, ты здесь внизу. Хорошо, у нас есть по одному из вас в каждом направлении. Это единственный способ летать. Я и не знал, что у Тома такой большой нос. На телевидении и в бортовых фильмах съемочная группа казалась обманчиво праздной для обычного зрителя. Юмор астронавтов и их расслабленный вид, как правило, затмевали 8 дней напряженной концентрации. Все дальше и дальше от Земли Стаффорд, Янг и Сернан летели в своем бескрылом полете, теперь уже с вращающейся родной планеты. День и ночь превратились всего лишь в последовательность минут, поскольку космический корабль вращался со скоростью 3 оборота в час. Мы собираемся закончить это дело, и мы собираемся уйти. Хорошо, завтра мы должны быть в скобках. Когда Аполлон-10 приблизился к Луне, главный двигатель снова включился, чтобы замедлить космический корабль. Вставай. Все руки вверх, цена вверх, наклон, размах вниз, 4 половины. Аполлон-10 Хьюстон звучит так, как будто мы готовы к военно-морским учениям по трюку с полетом. А вот твой гороскоп на сегодня. Аполлон-10, Том Стаффорд. Ты должен сосредоточиться на завершении того, что ты уже начал. Сегодняшний темп будет умеренным. Используй это время, чтобы провести инвентаризацию. Джон Янг, сегодня у тебя будет трудный день. Это даст тебе время сосредоточиться на предстоящей работе. Ты будешь наслаждаться своим окружением и товарищами, а джина твоим. Иди размножайся. Тщательно обдумай свои рабочие и водительские привычки. Сделай что-нибудь приятное для своих друзей. Просто Аполлон-10. Я только что попробовал выглянуть как можно дальше из окна верхнего люка, и все равно не вижу Луны. Но мы примем твою работу такой, какая она есть. Это Том. Плюс 60 миль. Никакой гарантии в этом нет. Аполлон-10 Хьюстон, 2 минуты до ОС. Все здесь должны быть в порядке. Мы увидимся с тобой на другой стороне орбиты. Роджерс потерял сигнал. Запуск космического корабля на лунную орбиту будет происходить за Луной, вне контакта с Землей. Позже второй ожог сделает орбиту круглой в 60 милях над Луной. Диспетчеры полета ждали получения сигнала Эйоус. У нас есть Эйоус. Привет, Аполлотан Хьюстон. Над Роджером Хьюстоном Аполлоном-10. Роджер, Хьюстон. Ты можешь рассказать всему миру, что мы прибыли, когда открывается вид. Чарли, это может показаться банальным, но вид действительно не от мира сего. Во второй раз трое американцев вышли на орбиту Луны. Электронные органы чувств Мисс Финн, сеть пилотируемых космических полетов, следили за их полетом, точно измеряя их орбитальную траекторию. Информация жизненно важна для успеха первой пилотируемой высадки. На первой орбите экипаж направил телекамеру на изуродованный лунный пейзаж. Как ты можешь видеть в этой области, вся область отмечена этими маленькими создателями, которые являются чисто белыми, когда они выделяются. А затем они превращаются в серо-белые, серо-коричневые, в более темные коричневато-серые, когда вы добираетесь до более старых областей. Область, которую вы заметили в нижней части этой области. Здесь он более коричневатый, более темно-коричневый. Все именно так, как ты описываешь. Это потрясающе. Это просто невероятно красиво. С левой стороны ты смотришь на кризис. Справа у нас есть плодородие, и мы очень скоро поднимемся на полярный хребет из окна нашего люка и посмотрим в монокулярно-кратер, похожий на Тарантий. Посмотри, что там есть тени, которые кажутся скорее не вершинами, а какими-то маленькими валунами. И прямо здесь все еще есть ужасные повреждения. Посадка шаттла находится прямо слева от того места, где вы видите фотографию, на которой мы с Томом все еще получаем очень хорошую картинку. Здесь много хороших деталей, хотя цвет начинает немного тускнеть. Стаффорд Янг-Сернан в четверти миллиона миль от Земли, в 60 милях над нашим пустынным спутником. Ну, это же. Это действительно суровая планета. Но также смотрит на горизонт в некоторых горах, которые мы видим здесь внизу. Завтра это будет настоящий кайф. Вниз на высоте 50 футов. Мы это поняли. Привет, Хьюстон, Аполлон-10. У нас здесь прекрасный вид на Землю, но это просто фантастика. Теперь пришло время пилоту лунного модуля Джину Сернану залезть в лунный модуль под названием Снупи, чтобы проверить его, потому что на следующий день ожидается спуск. И я лично очень доволен этим парнем, и я надеюсь, что завтра мы сможем предоставить вам такой же хороший отчет. Держу пари на свою жизнь, а утром мы выведем его на прогулку и дадим ему размять ноги. О, хорошо. Главной целью Аполлона-10 было во всех отношениях дублировать план полета Аполлона-11. Время, производительность космического корабля, производительность людей и оборудования на Земле. Единственная незначительная разница наступит сейчас. Это их лунный тракт, как он был показан в диспетчерской в Хьюстоне, и это вид, который они имели из командного модуля, глядя мимо двигателей лунного модуля. Теперь пришло время Стафорду и Сернану немедленно проползти через соединительный туннель. Были проблемы. Я повторяю еще раз, мы не можем правильно преодолеть туннель, чтобы понять, что туннель не будет танцевать. Это была настоящая проблема. Вентиляционная труба, похоже, засорилась. Однако целостность люка была проверена путем снижения давления в лунном модуле. Неспособность снизить давление в туннеле также привела к повороту на 3,5 градуса между двумя космическими аппаратами. Недостаточно, чтобы поставить под угрозу расстыковку, но для 11-го Аполлона это будет исправлено. Хорошо, Кайлер, Браун и Снук. Три минуты, чтобы перевалить через Хоум. Давай отстыковывайся, и мы увидимся с другой стороны. Роджер, Роджер. Расстыковка произошла за луной. Когда контакт был восстановлен, Снупи и Чарли Браун были готовы к маневру разделения. Перед спуском Джон Янг и Чарли Браун сказали, ты никогда не узнаешь, насколько масштабной становится эта штука, когда здесь нет никого, кроме одного парня. Ты же знаешь, как это кажется маленьким, когда ты так далеко, как мы. Если у тебя будет шанс, ты можешь включить радарный транспондер. Транспондер включен. Транспондер включен, и тестовые переключатели работают. Я не должен был получать здесь сигнал радара, и я уверен, что это не так. Электронное радиолокационное оборудование в командном модуле не работало. Без этого не было бы ни рандеву, ни низкоорбитального спуска лунного модуля на Луну. В центре управления полетом и на двух космических кораблях были перепроверены положения переключателей и процедуры для спуска и последующего сближения, которые были сердцем миссии Аполлон-10. Из центра управления полетами была дана последняя отчаянная инструкция. Роджер, как насчет того, чтобы попробовать переработать выключатель питания? Чарли Браун в командном модуле, Янг выключил выключатель, затем снова включил. Эй, это сработало, ребята. Это началось. О боже, у меня нет забастовок. Никто. Что ты об этом знаешь? Маленькая штучка, застрявший выключатель. Но для Аполлона-11 это было бы исправлено. Был инициирован короткий запуск малых двигателей служебного модуля, чтобы отделить лунный модуль от его материнского корабля. Два космических корабля разошлись на 30 футов друг от друга и удерживали станцию в течение получаса. Пока пилот командного модуля маневрировал своим космическим кораблем вокруг лунного модуля, чтобы визуально осмотреть его внешний вид. Хорошо, как говорится, прощай, и мы увидимся с тобой примерно через 6 часов. Все в порядке. И хорошо проведи время, пока нас не будет, детка. Да, не забивай себе голову, Джон. И не принимай никаких тейл. Обнови. Келли Браун, Хьюстон. 45 секунд до Лос-Анджелеса. Вы все еще идете на посадку Дой-Дой. Выход на орбиту будет примерно на 180 градусов от посадочной площадки номер 2, основной площадки для Аполлона 11. Спускаемый двигатель лунного модуля был запущен, чтобы вывести его на траекторию спуска. Это привело к тому, что лунный модуль опустился на высоту 47 футов, или примерно в 9 милях над морем спокойствия, ближе всего к лунной поверхности, чем когда-либо были люди. Еще раз в центре управления полетами, они ждали вестей с луны Хьюстон, говоря мне, что они там, внизу, среди скал, бормочут о валунах и прочем прямо сейчас. Во время спуска радиолокационная система посадки на луну на борту ЛЭМ работала так, как и ожидалось. Однако связь с нижней точкой орбиты лунного модуля была относительно плохой. И я скажу тебе, что мы на низком уровне. Мы близки. Это похоже на это, и это действительно выглядит. Как ни странно, на краю падения внутри контакт со Снупи был восстановлен через Чарли Брауна. Привет, Хьюстон. Хьюстон, это Снупи, верно? Ищи. Давай. Мы уходим. Мы среди них. Чарли, я слышал, ты прокладываешь себе путь по автостраде. Фантастика. Чарли, верно? Фантастика, чувак. Правда? Мы просто не можем поверить в то, что видим. Я говорю тебе, Джо, этот наш спутник, это наша Луна. В трудном начале где-то там сзади. Я скажу тебе, что мы здесь, внизу, где мы можем дотронуться до вершин некоторых холмов. Тогда один из ключевых аспектов миссии, Том Стаффорд описывает место посадки, выбранное для Аполлона-11. Да, хорошо. Заход на посадку выглядит намного более плавным, чем показывают некоторые фотографии с орбитального аппарата. Он по-прежнему остается полупрозрачным на 25-30%. Если у конечности достаточно времени зависания, по крайней мере из того, что мы можем видеть на расстоянии 50 футов, это не должно быть проблемой. Если вы приземляетесь в неправильном месте, и у вас нет признаков зависания, которые вам придется толкать. Уходи. До этого времени Аполлон-10 дублировал каждый этап реальной миссии по высадке на Луну. Теперь пришло время начать рандеву. На этой первой низкой орбите они сделают первый шаг, чтобы поставить Снупи и Чарли Брауна в правильное отношение Фэй для предстоящих маневров. Хорошо, мы горим, Джон, мы горим. Маневр вывел лунный модуль на эллиптическую орбиту размером 218 на 9 миль, в то время как командно-служебный модуль оставался на круговой орбите. Во время эллиптической орбиты два космических корабля Аполлон-10 находились на расстоянии 414 миль друг от друга. Это обеспечило летное испытание радара сближения Аполлон на максимальной дальности. Снупи теперь был готов к последовательности сближения, которая должна была быть выполнена на следующей орбите. Они еще раз обогнули разбитый лик Луны. О, Чарли, мы только что видели восход Земли, и это должно быть великолепно. Чарли, я не знаю, как большой человек должен смотреть на вещи, но если его взгляд хоть немного лучше нашего, это должно быть фантастически. Когда лунный модуль снова приблизился к нижней точке своей орбиты, была инициирована постановка ступени спуска, которая будет использоваться в посадочной миссии для фактического приземления и обеспечит стартовую платформу для взлета, была отделена от ступени подъема. Все началось не очень хорошо. Резервная система наведения, по-видимому, не функционировала должным образом. Космический корабль совершил внезапный и неожиданный поворот на 180 градусов. Астронавты взяли на себя ручное управление и стабилизировали лунный модуль. Через 8 секунд они уберутся оттуда. И это последнее отношение. Это новый Хьюстон, который мы тебе покажем. Закрой карданный замок. Да, мы вышли на эту сцену, и мы все. Мы ее не запирали. Мы идем вперед к Шелли Браун Хьюстон. У них есть бритье. У них было дикое вращение, но они взяли его под контроль. Это был неожиданный сбой в системе. Том Стаффорд и Джин Сернан никогда не подвергались какой-либо опасности, но в течение нескольких секунд они этого не знали. После нескольких пропущенных ударов сердца, подъем продолжился плавно. Маневр постановки и подъема имитировал взлет с поверхности Луны после приземления. В высшей точке этой орбиты были запущены небольшие маневровые двигатели, чтобы вывести лунный модуль на круговую орбиту высотой 52 мили. Лунный модуль теперь был в 17 милях ниже и в 169 милях позади командного модуля. После 38-минутного полета малые двигатели были снова запущены, чтобы завершить сближение с командным модулем. Фиксированные камеры работали на обоих космических кораблях, когда они медленно сближались. В Джемине была старая шляпа для команды ветеранов. Стаффорд совершил 5 полетов, рандеву, Сернан 4, а Янг 3. Эй, динь, мы почти готовы к стыковке. Приготовься. О, Джон, ты примерно в 5 футах. Ты выглядишь прекрасно. Привет, ты жуткий, и Чарли Браун обнимают друг друга. Понял, что мы слышали его здесь, внизу. Очень успешная стыковка была выполнена плавно, быстро и по графику. В 106 часов 33 минуты полета, Стаффорд и Сернан вернулись через соединительный туннель в командный модулем. Они потратили более 8 часов на полет лунного модуля вокруг Луны. На самом деле, как сказал Том, есть много людей, которые проделали хорошую работу, и я скажу вам, что на данный момент маленький Снупи был настоящим победителем. Мы согласны с тем, что большой Чарли Браун тоже не исключение. Затем экипаж выбросил ступень подъема за борт. Теперь мы все вернулись в командный модуль. Весь туннель заперт, и будь готов подставить любого здесь, когда ты дашь нам слово, и мы можем идти вперед и разойтись прямо сейчас. Чарли Браун. Хорошо, Хьюстон, мы дадим тебе обратный отсчет. Мы все готовы пойти по простому пути. Ставлю тебе пятерку. Считай. 4, 3, 2, 1. Огонь. Когда он уйдет, он уходит. И это было прямо на Солнце. Детка, прямо на Солнце. По сигналу наземного командования его двигатель был сожжен до полного истощения топлива, что привело к удалению ступени подъема от командного модуля на солнечную орбиту. Наземный контакт поддерживался со ступенью подъема до тех пор, пока ее батареи не разрядились примерно 12 часов спустя. В течение этого периода из Центра управления полетами были проведены многочисленные испытания систем ступени подъема. Большой день закончился. В книге была добавлена целая вереница новых первых книг. Все выглядело хорошо для высадки на Луну, но нужно было еще подумать о возвращении домой. План полета Аполлона-10 снова отличался от плана приземления тем, что Аполлон-10 провел дополнительный день на лунной орбите, отслеживая лунные ориентиры и проводя обширную научную фотосъемку. Это включало подробные стереофонические и световые фотографии потенциальных мест посадки на лунной поверхности. Были сфотографированы глубокие каньоны или ручьи, массивные кратеры и величественные горные хребты. На этой фотографии море спокойствия изображена гладкая область, где два астронавта Аполлона-11 скоро приземлятся и ступят на Луну. После 31 облета Луны экипаж Аполлона-10 приготовился запустить главный двигатель космического корабля, чтобы избежать лунной гравитации. Трансземная инъекция – единственная часть миссии, которая обязательно должна была сработать. Все выглядит хорошо для... Роджер, мы пойдем сюда, и мы снова увидимся с тобой по дороге домой. Этот самый типичный из всех маневров будет проходить за Луной, отрезанное от земного контакта. Роджер Хьюстон, мы возвращаемся на Землю снова. Рад видеть тебя на обратном пути домой. Пен. Ожог был настолько точно нацелен и выполнен, что потребовалась всего одна незначительная коррекция курса во время 240-мильного обратного полета, чтобы обеспечить вход в атмосферу Земли под правильным углом. В последний раз Аполлон-10 наблюдал, как сапфир под названием Земля поднимается над суровым лунным горизонтом. И как и на протяжении всей миссии, Стаффорд Янг и Сернан поделились с нами впечатлениями и ощущениями от своего путешествия по цветному телевидению. Вы, ребята, действительно вытаскиваете оттуда почту. Тебе лучше поверить в это. Мы поднимаемся прямо, Джо. Это фантастический сайт. Точно так же, как в нас стреляли прямо из центра птицы. Ты двигаешься примерно на 6 футов в секунду. Во время двухдневного путешествия на Землю было время поразмыслить о некоторых небольших достижениях наряду с большими. Например, жизнь на борту была значительно улучшена по сравнению с другими полетами Аполлона. Еда была лучше. Расписание позволяло им принимать пищу и отдыхать в одно и то же время. Раньше они были шаткими, как и периоды сна. И что самое важное для экипажа, не было никаких случаев укачивания простуды или кишечных заболеваний. Одной из причин этого могло быть специальное упражнение, запланированное перед полетом. Движение головой, чтобы избежать тошноты, пувырки, чтобы помочь приспособиться к невесомости. Когда экипаж Аполлона-10 мчался к Земле, они решили провести еще одно испытание. Испытание не входило в первоначальные цели миссии, но испытание, которое решило бы проблему, которое годами ставило в тупик космических инженеров. Кому-то наконец пришла в голову идея использовать эту бритву и бесщеточный крем для бритья. Это потрясающе. Жесть? Конечно. Вот что делает с тобой космическая эра. Я скажу тебе, Чарли. Это одна из самых освежающих вещей, которые произошли за последние пару дней. Это было действительно здорово. Последняя телевизионная передача с Аполлона-10 включала сцены в приближение к Доброй Земле. Джек, одно из размышлений, которое мы почувствовали очень сильно, когда показывали вам нашу последнюю телепередачу здесь на Земле, заключается в том, что мы почувствовали очень сильное желание поделиться с вами некоторыми приключениями, волнением, испытаниями и наградами этих восьми дней. И благодаря этому начинанию мы надеемся, что сделали тебя и миллионы людей по всему миру большей частью истории, которая творится в наши дни. У нас есть немного, нам нужно еще немного поработать, а потом мы вернемся. Это, конечно, будет здорово вернуться. Это было совершенно невероятно. Миссия выполнена. Мы действительно наслаждались каждой частичкой этого. Так что, пока мы тебя снова не увидим, мы будем говорить пока. Я не могу передать тебе, какой это был полезный, удовлетворяющий опыт. У этого были свои моменты. Как я уже сказал, я просто благодарен, что с помощью телевидения мы смогли поделиться этим со столькими людьми в режиме реального времени. Я убежден, что после этой миссии ни одна из них не будет легкой. Но нет ничего невозможного, и я думаю, что будущее пилотируемых космических полетов отныне и для многих будущих поколений откроет много-много других новых проблем и опыта, которые мы пока действительно не в состоянии даже представить в настоящее время. Это были замечательные восемь дней. Конечно, мы с нетерпением ждем возвращения домой, и я думаю, что в следующий раз мы поговорим с тобой и увидимся. Мы вернемся на Землю. Спасибо тебе. Ну, в заключительной телепередаче Аполлона 10 мы просто хотим сказать, что общее количество просмотров, которые мы увидели во время этой миссии, было просто фантастическим. И снова, как заметил Джин, ни одна миссия не бывает легкой. И это была большая работа. Но нам все это очень понравилось. А также самое главное, что мы смогли просто в режиме реального времени на некоторых основных этапах миссии поделиться этим с вами. Как мы уже отмечали этот фантастический вид, когда они покидали Луну, человек, безусловно, далеко продвинулся всего за такие короткие несколько лет. А насколько мы продвинемся в будущем, зависит только от твоего воображения. Но если мы направим нашу энергию и сохраним наше уважение правильно, цели будут безграничны. И поэтому от нас пятерых, Джина Сёрнона, Джона Янга, Тома Стаффорда, Снуки и Чарли Брауна, мы просто хотели бы попрощаться. А вот и наш символ миссии. И мы увидимся с тобой снова на воде в южной части Тихого океана. На самом деле, мы должны приземлиться примерно в 300 милях к востоку от Самаа примерно через 5 часов. Итак, от имени экипажа Аполлона-10 было здорово быть с тобой. И до свидания. Отсюда руководство выглядит очень хорошо. Мы попытаемся снова связаться с тобой после отключения света на 328-м этаже. Привет, Роджер. Хорошо, руководство приходит. Выглядит хорошо. Тогда понял. Скорость 36331 все еще увеличивается. Понижение до точки всплеска 1315 морских миль. В предрассветные часы 26 мая Аполлон-10 вошел в атмосферу Земли, как и планировалось, над Тихим океаном. Скорость входа была рассчитана компьютерами как 24 метра 76 сотых миль в час, самая быстрая из когда-либо летавших человеческих существ. Приводнение произойдет примерно за 25 минут до местного рассвета в районе спасательного корабля Принстон-Прайм, который находится в готовности к прицеливанию. В это время должно быть отключено электричество. У нас есть первые сообщения о том, что самоо спасло один самолет, вылетевший с военно-воздушной базы ХИКЭМ в качестве визуального контакта. Эй, Хьюстон, мы сейчас в шести милях, и мы приближаемся примерно к четырем. Роджер, прошло 10 недель, и мы показываем тебя по телевизору. У спасательного самолета номер 3 есть изображение с космическим кораблем на парашютах. Траектория космического корабля была настолько точной, что вход и раскрытие парашюта были сфотографированы с его спасательного корабля. Восьмидневный полет Аполлона 10 длиной в 3 четверти миллиона миль был завершен по расписанию в 12 часов 52 минуты по восточному поясному времени, когда командный модуль приземлился в трех милях от вертолета на сцене USS Princeton. Плескайся, плескайся. Плескайся, плескайся. Когда Солнце взошло над Тихим океаном, люди, которые отправились на Луну, были подняты на борт спасательного вертолета и доставлены в Принстонскую спасательную сеть. На этот раз почти в воде. Устройство, спущенное с вертолета, известно как сеть Билли Пью. Второго члена экипажа сейчас поднялся в трех милях. поднимают в сетки Билли Пью к вертолету номер три. Третьего и последнего члена экипажа сейчас поднимают в вертолет. Телевизионный проектор в передней части центра управления полетами, когда вертолет приземляется на палубу Принстона, ожидая, когда экипаж выйдет из вертолета на палубу авианосца. на палубе в 41 минуту 31 минуту первого часа. Администратор НАСА Томас О'Пейн здесь, в центре управления, как и директор Центра пилотируемых космических кораблей, доктор Роберт Гилрут. Здесь почти локоть к локтю. Здесь, в центре управления полетами, раздаются громкие аплодисменты, когда экипаж выходит из вертолета. Диспетчерская находится локоть к локтю, от двери к двери. Полный успех критического испытательного полета Аполлона-10 доказал, что все системы космического корабля Аполлона и команда управления запуском и полетом готовы к операциям по посадке на Луну. Люди Аполлона-10 и их предшественники в пилотируемой космической программе хорошо выполнили свою работу. Проблемы были встречены, встречены лицом к лицу и решены, ибо именно миссия Аполлона-10 проложила путь. Но когда люди из Аполлона-10 воссоединились со своими семьями и друзьями, внимание уже переключилось на что-то другое. Сцена была подготовлена и ждала, когда экипаж Аполлона-11 совершит первую эпическую пилотируемую посадку на поверхность Луны, конечную цель программы Аполлона. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok